Один текст и поразмышлять над ним. И, конечно же, Божье Слово, оно приносит или должно приносить человеку пользу. То есть Божье Слово, оно не может не приносить пользу. Оно приносит же из человека пользу. Ну, вся проблема в нас. Мы как бы хотим, чтобы польза была, но вот принять Божье Слово, каково оно есть, мы не всегда желаем. И поэтому мы вот это полезное от Божьего Слова мы не получаем, потому что не принимаем его. Вот это важно. Поэтому, если мы люди верующие, мы должны принять Божье Слово вот так, как оно звучит. И тогда оно принесет нам в нашу жизнь пользу. Аминь. Давайте мы прочитаем. Первое послание Петра, 3 глава. Фонит немножко микрофон. Мы прочитаем с вами с 9 стиха, 3 глава, 1 послание Петра, 3 глава, с 9 стиха. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Слава Господу. Вот мы живем с вами в мире зла. И очень часто мы сталкиваемся со злом. Очень часто. И нам так хочется, когда в нашу жизнь приходит зло, неважно от кого, нам так хочется на это зло ответить по-человечески. Или у меня одного такое чувство. Знаете, больше того, когда я вижу, ну, она даже не в мою жизнь зло, а в жизнь моего брата или сестры приходит зло, и я со стороны наблюдаю, то мне хочется тоже заступиться за моего брата и сестру, знаете как? По-человечески. А надо как? А надо по-христиански. То есть, понимаете, мы, как люди верующие, мы, как христиане, мы всегда должны поступать по-христиански, не по-человечески, по-христиански. Поэтому нам очень часто нужно останавливаться. Вот буквально сегодня, Андрей, можно я расскажу историю? Мы сегодня буквально, я даже не заметил, как я ввязался в эту авантюру. Андрей рассказывает, они снимают квартиру, платят за газ, за свет, все делают правильно, а хозяйка берет деньги, которые сдает, и не платит. И вот недавно приехала газовая служба, Андрея не было дома, Катя тоже был сын их десятилетний. Они ворвались в квартиру, и газ, как, не отключили, а там, перекрыли. И мальчишку напугали, он там папе звонит, папа, какие-то люди ворвались. Ну, беззаконие. Сразу он рассказывает, у меня сразу, да это что ж такое, Андрюха, нам в милицию. А Сергей тоже начал подпевать, ну да, там, как, можно же там заявление, что и три магнитофона, три портсигара отечественных пропало. И мы бы там, там бы, и вот мы начали, знаете, и я потом, ну, когда уже мы начали молиться, я думаю, стоп, а ведь мы же христиане, мы же должны по-христиански, вот все, что в нашей жизни происходит, мы же должны все по-христиански, поступать, а вот как бы Христос поступил, я раз, и как бы вернулся. И посмотрите, и здесь апостол Петр пишет, человек, который проходил через очень многие вещи, очень много зла ему делали, и он пишет, не воздавайте злом за злом, и ругательством за ругательством. Вот, то есть, если нас обзывают, матерят, ругают, или делают нам зло, он говорит, не воздавайся. И дальше он объясняет, почему. Смотрите, он говорит, но напротив, вы благословляйте. Почему? Потому что вы к этому призваны. К чему призваны? Благословлять? Нет, читай. Нет, читай. Мы призваны благословлять? Или, вы не на меня, на текст смотрите. Не работает, да, текст? Не могут найти. Девятый стих, я же говорил, третий с девятым. Еще раз, посмотрите, это важно. Он говорит, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательством, но благословляйте, потому что вы призваны. Мы призваны к чему? Благословлять? Нет. Мы призваны наследовать благословение. Знаете, что это значит? Это значит, что если я хочу, чтобы Бог меня благословлял, я должен поступать именно так. Как? На зло. Не воздавать злом. На ругательство не воздавать ругательством. Тогда Бог меня благословит. Кто хочет, чтобы вас Бог благословил? А почему Бог не всегда нас благословляет? А вот, потому что мы поступаем по-человечески и получаем не от Бога, а от людей. Все. На этом, в принципе, можно было и закончить сегодняшнюю проповедь, но там есть продолжение. Посмотрите. Вы поняли, да? Как мы наследники, то есть Бог обещал, я вас благословлю, и нужно вот это и вот это делать. Поступать по-христиански. Тогда Бог благословляет. Божье благословение приходит, когда я поступаю по-христиански. Но смотрите, он говорит, если вам делают зло, ругают вас, вы должны благословлять. Знаете, что такое благословлять? Благословлять, оно может быть двух видов. Словами и делами. То есть, если вам сделали зло, вы должны благословлять чем? Делом. Если вам сделали зло языком, вы должны благословлять языком. А что такое благословлять? Что значит благословлять? Слово благословлять. Оно состоит из двух. Одно же понятно русский. Благо и славить. То есть, благословить. То есть, когда мы говорим благословение, мы обязательно говорим об этом. В это слово мы вписываем Бога. Мы не говорим вот так вот на улице, ну просто всех вот так благословлять. То есть, когда мы говорим благословлять, мы всегда подразумеваем, что Бог в этом тоже имеет какое-то отношение. То есть, это благо, которое приходит от Господа. И через это прославляется. То есть, добро, через которое прославляется Бог. Благословлять. Да благо, через которое прославляется Бог. понятно да то есть соответственно если не сделали зло я должен так благословить я должен так воздать чтобы через мое дело доброе в отмеску прославился бог а если меня обругали то я языком должен так благословить этого человека чтобы он ну так вот сел и сказал ну слава богу понимает и через это бог дает свое благословение нашу жизнь то есть он непосредственно будет вашу же вашей жизни прославляться аллилуйя это здорово правда это нужно понять поэтому если если мы если мы этого не понимаем мы нас все время жизни будут какие-то проблемы мы не будем испытывать божьих благословений если будем поступать по-человечески и это нужно полюбить дальше посмотрите он он поясняет продолжение 10 стих кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни что нужно язык свой удерживай от зла и от лукавых речей если я не удерживаю язык от зла и хитрых таких лука вы знаете такие вот такое вот мерзопакостное такое вот сплетни какие-то это вот там такие какие-то вот махинации такое вот за спиной что-то вот не будет добрый добрый доброй жизни не увидите день злой будет приходить и приходить и приходить но если вы любите жизнь если вы хотите видеть добрый свой путь не добрые дни следите за языком 11 стих посмотреть это продолжение меня библии . запятой потом продолжить уклоняйся от зла и делай добро ищи мира и стремись к нему это очень интересно если мы в контексте смотрим это этот стих одиннадцатый говорит такой очень ну или показывает нам очень такую интересную вещь он не к он говорит о том какая должна быть наша реакция на на зло когда она приходит тут хотел спросить в зале есть ну боксеры вот кто боксом занимался в юности есть что лена ты руку подняла что думаю сестра боксом занимался то сергей ну давай иди сюда боксер походи это же боксом занимался конечно мышь про бокс говорим вот смотрите в боксе я тоже немножко занимался в юности в боксе есть такое как бы выражение уклоняться то есть когда тебе наносят удар удар человек уклоняется то есть он ну ты бей меня да а я уклоняюсь то есть на чтобы мне в лицо не попало я уклоняюсь но тренер всегда говорит уклоняйся и бей то есть первое уклоняйся хорошо а потом бей то есть он вот так помедлить чтобы было понятно уже не все же боксом заниматься я уклоняюсь и бью да и мы очень часто жизни именно так поступаем в нашу жизнь приходит зло мы уклоняемся а следом бах в ответ что-нибудь пошлем по-тихому он пошел от ему тебя тоже пусть нет нет подожди а здесь написано уклоняйся от зла да и делай добро и там еще продолжение ищи мира и стремись к нему знаете как это выглядит вот представьте такой боксер и вам сразу бы наверно с ринга бы убрали вот представьте зло летит уклоняюсь ищи мира представьте такой бой три минуты опять мы раз судья нас разогнал опять мы стоим раз я в него вы понимаете да вы чувствуете разницу вот наша реакция на зло но должна быть именно такой уклоняюсь от зла делаю добро я ищу мира и стремлюсь к нему сейчас я зайду эту пломбу спилю болгаркой да хорошо когда жена есть рядом духовная да а жена горнение не надо бог смотрит да правда потому что 12 стих говорит очи господа обращены к праведным и и уши его к молитве их тем кто уклоняется от зла и совершает добро вот к тем очи господа и тех он слышит а посмотрите что написано но лицо господне против делающих зло как только вы начинаете в отмеску давать как только вы поступаете по человечески бог становится к вам в противлении бог выходит против вас и вы стоите там написано чтобы истребить их земли злых людей то есть вы попадаете под под истребление если вы не остановитесь бог истребит вас дальше 13 стих тоже очень интересный я на него по новому взглянул в контексте и кто сделает вопрос он говорит кто сделает вам зло если вы будете ревнителями доброго и две вещи есть первое почему потому что бог меня защитит от зла он мою молитву услышит его глаза обращены ко мне и никто не сделает потому что он защитит меня и второе что сам человек даже по человечески ты делаешь добро он просто ну если ты вежливый добрый там да один брат рассказывал ехал на машине и проехал по луже 60 километров рядом стояла в обочине машина чистая только помыл ее хозяин а он 60 километров по луже то ли любит кататься по луже то ли что и обрызгал машину которую только помыл скажите какая реакция у человека сел догнал его и дал хорошенько по-человечески а если потихоньку бы ехал бы брат аккуратненько лужи же то никто бы и не сорвался и никто бы не поехал и никакая бабушка бы вслед бы не прокляла бы тебя когда ты ее обрызгал на пешеходном переходе ну правда по-человечески даже по-человечески кто сделает вам зло если вы будете ревнителями добрых и 14 стих тоже очень интересный но если и страдаете за правду то есть он допускает он говорит что будет и такое что но если и страдаете то вы блаженны то есть а у нас когда мы за правду страдаем у нас что происходит внутри мы почему-то блаженство не ощущаем у нас сразу нам хочется по-человечески а страдаем за правду мы же за правду наше дело правое и мы победим вперед надо нет он говорит но если и страдаете за правду то вы блаженны а страха их не бойтесь они пугают вас вы не бойтесь и не страшитесь потому что бог все видит бог все знает и там написано 17 стих что если угодно воле божьей то лучше пострадать за добрые дела нежели за злые то есть он говорит если и угодно то значит есть такие вещи когда богу угодно чтобы мы пострадали за правду то есть он как бы позволяет нам пострадать за правду и говорит вы блаженны то есть он как бы дает нам возможность побыть в блаженстве и говорит я страдал за правду Христос говорит я страдал почувствуйте это я страдал за правду чтобы вы были спасены вы тоже это почувствуете и вот когда мы страдаем за правду есть еще есть другая сторона мы начинаем видеть себя какие мы есть человеческое или Христово в нас мы видим это такое как разделение внутреннее мы его сразу ощущаем слава Иисусу братья и сестры или нет да поэтому мы призваны наследовать благословение запомните это мы всегда будем сталкиваться с искушением и самое проблемное искушение наше или выбор поступить по-человечески нам так это хочется или поступить по-христиански но если мы понимаем и осознаем что через это мы получим Божье благословение хотим этого тогда это все будет нам легче преодолевать это будет войдет в нашу норму это будет наше нормальное естественное состояние мы будем хотеть не воздавать злом на зло и ругательством на ругательство аминь братья и сестры аминь слава Господу давайте мы встанем помолимся попросим